Снова вместе. В Санкт-Петербурге открылся 24-й международный экономический форум. Это первое в мире крупномасштабная встреча бизнеса и власти оффлайн с начала пандемии. Все участники в обязательном порядке. Приехав в Санкт-Петербург, должны были сдать тест на ковид. И, конечно, экономика мира после пандемии. Экономика новой реальности – одна из ключевых тем форума. Бизнес по-прежнему еще находится в тяжелом финансовом положении, потому что надо, в частности, возвращаться до старой долги, в том числе и государству, и банкам. Здесь очень много макроэкономических сессий. Что же будет с российской экономикой в будущем? И, знаете, такая дискуссия идет большая. Вот те, кто считает, что нужно внедрять плановые социалистические методы управления, а есть те, которые считают, что нужна новая экономика, основанная на частной предпринимательской инициативе, на свободе предпринимательства в России. Только так могут прийти инвестиции. Пандемия повлияла на все сферы бизнеса. Некоторые потерпели крах. Другие, такие как фармацевтика и электронная торговля, наоборот, пошли в рост. К последним относится и лаборатория Касперского. Спрос на онлайн-безопасность в эпоху локдаунов возрос. Почти все компании перевели своих сотрудников в онлайн, по домам. А в результате хакеры начали взламывать корпоративные сети через домашние компьютеры. Процентов на 20-25 стало больше кибератак. Средства по защите компьютерных сетей, мобильных телефонов, спрос на эти решения значительно выросли. Ответственное инвестирование в будущее, роль России в продовольственной безопасности, низкоуглеродное развитие – вот лишь некоторые. С тем, насыщенные программы участники обсуждали и сценарии развития энергетики. Мы знаем, что в целом эффект вызванной пандемией COVID-19 заставил мир задуматься над устойчивостью энергетических систем и надежностью сыпочек производства и доставки энергии для потребителей, то есть простых людей. И это открыло еще большие возможности для трансформации энергетических систем. Страны, стремящиеся производить больше энергии и при этом достичь климатической нейтральности, получили шанс рассмотреть альтернативные варианты. В пятницу на форум приедет Владимир Путин. По данным Кремля, одной из тем его выступления будет инвестиционная привлекательность России. ПМФ продлится до 5 июня. Галина Полонская, Евроньюс, Санкт-Петербург.